Здравствуйте, друзья! Пролетело лето с первым днём осени у вас. Как я и обещал, я за лето написал книгу, она лежит в описании. Она лежит на моём Бусти, ссылку на неё вы найдёте в описании под видео. И в закреплённом комментарии. Получить её вы можете, подписавшись на Бусти, кроме книги, получить ещё доступ к нескольким сотням, как многие говорят, интересных роликов. Либо попросив у кого-нибудь из подписчиков Бусти, я приветствую её распространение. Ну, конечно, желательно с указанием автора. Итак, через Бусти мне люди присылают видео на обзор на Бусти, собственно говоря, и свои истории отношений для более широкой аудитории на Ютубе и в остальных соцсетях. И вот человек прислал историю отношений. Привет, Антон! Недавно попал на ваш канал. Уже сразу выражаю вам огромную благодарность. Хочу поведать свою историю в кавычках счастливого брака. Мне уже 21 год. Кстати, я напомню, что все мои истории анонимные. Поэтому вы тоже, когда присылаете историю, на всякий случай убирайте все имена. Ну, или замените их на другие, чтобы это мне не пришлось делать. Мне уже 21 год. Моя история началась, когда мне было 20. Я студент, учусь на инженерном факультете. Простая жизнь без всяких приключений. Осенью 2022 года я, как обычно, пошел на учебу. Все эти пары, то есть, если вы, так сказать, 20... Ну, ладно. Так, человек пошел на учебу. Все эти пары, прочие учебные волокиты, это вот то, что предстоит школьникам, студентам. Учебный год начался, лето пролетело. Напишите, кстати, расскажите в комментариях, как вы провели лето. Можете сочинение написать по этому поводу. Почитаю. Итак, осенью 2022 года пошел на учебу человек. Все эти пары, прочие учебные волокиты, уже был на третьем курсе института. То есть, в 2022 году уже был на третьем курсе. Тут я решил, что пора пойти поработать. Решил, что буду совмещать учебу и работу. Я тоже в свое время совмещал учебу и работу. Незавидная участь, хочу вам сказать. И вот спустя некоторые, как вспомню, на вечернем учился и еще и работал, собственно говоря, юристом. Вот некоторые думают, как я так рано и быстро образование получил. Это было охренеть, как тяжело. Сейчас бы я уже так не смогу. И вот спустя некоторое время нашел работу. Моя цель была накопить на мотоцикл прочие свои хотелки. Так я поработал несколько месяцев и в один прекрасный момент встретил на работе прекрасную девушку. В один прекрасный момент встретил девушку. Но после просмотра вашего канала, это уже настоящая женщина со всеми вытекающими. Видите. Начали уже нет-нет, да и разбираться. А то некоторые в 30 и в 40 лет уже не то что женщины, а матерых таких, матерых бабищ, все еще называют девушками, а то и девочками. Вот я с ней познакомился и уже с самого начала что-то начал чувствовать, что что-то здесь не так. А как мы с вами знаем, если вы что-то чувствуете, что что-то неладно, что-то не так, то оно так и есть. Да, я вас призываю прислушиваться к своему чутью. И на моей личной практике готов вам показать, доказать. И на личной практике многих и многих мужчин. Свидетельствую вам, что к чутью нужно прислушаться. В 9 раз из 10 вы все сделаете правильно, примете правильное решение. А если не прислушиваться к своему собственному чутью, пытаясь руководствоваться исключительно только разумом, что тоже неплохо, но иногда какие-то моменты вы себе не можете объяснить. Вот, а они, знаете, они есть. Вот, а ваше чутье говорит не надо, или наоборот надо. В 9 из 10 раз, когда вы к нему прислушаетесь, все будет хорошо. А если не прислушать, то в 9 из 10 все будет не очень хорошо. На работе ходили слухи по поводу ее загулов по разным мужикам. То есть он пошел на работу, там встретил девушку, а на работе ходили слухи по поводу ее загулов по разным мужикам. С каждым по месяцу и на вылет. Это так предисловие. Ну, слушайте, если слухи ходят, за очень редким исключением дыма без огня, как правило, не бывает. Это, знаете, это вот в некоторых фильмах, мультфильмах такой вот образ вкидывают, что вот, мол, такая же, или в рассказах каких-нибудь где-то таких, что вот, мол, такая вот женщина, ее говорили, а она святой жизни. Этого не бывает. 999 случаев из тысячи, этого не бывает. Если ходят, слышат, что она, блядь, 999 процентов из тысячи, что она вот все-таки, блядь. Это, знаете, да как искать клад, искать любовь. Вот вам говорят, что там клада нет, а вы все равно идете и ищете. Вот все уже говорят, что ну нет там клада, вы ищете. Ну, может быть, наверное, так сказать, в одном случае из миллиона, из тысячи вы там что-то найдете. Но, как правило, все уже все проверили. Стоит прислушиваться все-таки к обществу. Не быть руководимым мнением общества, а прислушиваться к обществу. А то, когда, так сказать, общество говорит, да она же, блядь, да еще и у нее, так сказать, пять детей от разных мужей. И все эти пять мужей, у которых пять детей, они все померли, не связываясь с ней. Здесь мы с вами не прислушиваемся. Вот, а когда говорят, что она, так сказать, вот, или когда говорят, что она, блядь, там конченая, да, вот как в данном случае. Тоже не прислушиваемся. Вот. А надо бы прислушиваться. А в других каких-то моментах, когда не нужно, когда нам что-то хочется, вот, и кто-нибудь там один, как-нибудь уборщик скажет, да бери ее, нормально все будет. Вот, мы такие, о, мнение народа. Как там, в Окс Популе, да? С первых же дней я совершил фатальную ошибку, что думал, что она не такая. Ходила вся такая скромная, тихо, с виду патриархальная девушка. Видите, как нам мало нужно, чтобы определить патриархальную девушку. Всего, чтобы она тихо и скромно ходила. Нали тихо. Поговорка в тихом омуте черте водится. Не, не слышали. Посмотрите, поговорка, это народ глубиною веков, знаниями десятков, сотен поколений, выдает в общественное сознание такое вот знание в виде поговорки, что тихо, момуте, там, не, не. Но мы к этому тоже не прислушиваемся. Вот, и как нам мало нужно, чтобы определить патриархальную девушку. Это не жить при патриархате, нет. Не, чтобы ее батя-патриарх познакомил, например, ее с вами. Не, 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 тоже, это все херня. Вот тихо и скромно, все, точно патриархально. А патриархом будешь ты. Я думал, ну вот моя судьба. Какой же я был тогда наивный и не понимал всей сути. Ну, да, как бы хорошо, спасибо вам за смелость, что написали, опять же. Вот, глядишь, кому-то и полезно будет. Вот мы познакомились с ней. Она на тот момент жила со своей подругой на съемной квартире, и я захаживал к ней в гости. Ну, то есть автор, письма, захожу. Так наша история длилась примерно 3-4 месяца. Потом я сам даже не понял, как она обработала меня своей демоверсией и захотела взять квартиру в ипотеку. Видите, это очень часто я такое слышу. Знаете, я даже не понял, как отдал все свои деньги мошенникам. Я даже не понял, как, так сказать, приехал на вокзал, даже не понял, как остался без вещей. Просто облапошли, я стою так, рот открыв. И вот здесь, даже не понял, как, уже в квартире и в ипотеке. Это что значит? Это значит, что вы стали жертвой чего? Правильно, манипуляций. Манипуляций. Манипуляциями пользуются кто? Правильно, манипуляторы. По совместительству мошенники, негодяи, так сказать. Хороший человек манипуляциями по отношению к вам, даже если он умеет это делать, он пользуются не будет. А здесь вы стали жертвой манипуляций. И благодаря этим манипуляциям, кстати, про них в моей книге есть тоже отдельная глава, ссылка в описание. Сделали то, чего и не планировали делать. Вы планировали мотоцикл себе купить, а в итоге вписались в ипотеку. Я отказался от всех своих хотелок во имя семьи. Ну, здесь Доминик Торетт всплывает, или кто-нибудь такой из актеров, Дмитрий Нагиев, всплывает сразу из глубин памяти, всплывает и говорит, семья, ну, то есть баба, ты в семью так не входишь. Твоя задача, как мужика терпилы, сделать так, чтобы семье было хорошо. Семья – это кто? Баба и, ну, поначалу только баба, женщина, девушка, девочка, лопопусечка, няшечка. Вот, а потом она же и ее ребенок, который, если что, с ней останется. Вот, а ты, так сказать, пойдешь из этой семьи, для которой, ну, по оценкам этой семьи ты не так уж и старался, пойдешь нахрен. Классика, типовая история, как для любого баба-раба. Вот, но теперь вы в правильной компании, и, так сказать, вы человек молодой, сможете прожить жизнь свою осознанно. Самые лучшие годы этой жизни, когда вы уже себе принадлежите. Олень во мне рисовал уже красивую, так, отказался от всех своих хотелок, и олень во мне рисовал уже красивую жизнь, рождение детей и жизнь до глубокой старости. Ну, так придираться не буду, вот, просто вам для информации, что, так сказать, тру, тру моносферщики. Когда пишут слово олень, они пишут первую букву А, потому что к благородным животным у нас претензий никаких нет. Так я начал работать, и так, рождение детей и жизнь до глубокой старости, это при том, что в стране 104% разводов было в первой половине 2024 года. К концу года выйдут на 80%, но все равно так-то это вообще до хрена. А остальные 20%, они живут в так называемом предразводном состоянии и разведут в следующем году. Вы за них не волнуйтесь. Так что, красивая жизнь, рождение детей, жизнь до глубокой старости. Ни в 2024 году, ни в странах бывшего СНГ. Ну, ладно, за все страны не скажу. Ни в Российской Федерации, точно. Я же все-таки эксперт по Российской Федерации, по статистике и праву. Начал работать сутками на работе, зарабатывать на первоначальный взнос вместо мотоцикла. Я напомню, в 21 год он уже начал зарабатывать на ипотеку вместо мотоцикла. Как оно так получается-то? Но все ради семьи. Мужики-абрыганы, которые водку пьют подальше от жен за гаражами, одобряют и ставят лайк. Семья. Семья наша. Все, да. Правильно. Все, погулял. А мотоцикл это вообще аппарат дьявола. Вот женщина эта-то наставила тебя на путь истины. Сразу видно, патриархально не такусь. На мое удивление, она тоже работала со мной наравне. Видите, у нас уже... Так сказать, в 2024 году в Российской Федерации вызывает удивление, когда женщина тоже работает. Ничего себе, страна обеспечен, обеспеченов. Страна обеспеченов. С уважением отношусь к обеспеченам, к стране, естественно, тем более. Вот, конечно. Ко всем бабы-рабам. Я считаю, как. Вот мы, в нашем клубе ненастоящих мужчин-фемино-стратегов, мы там просто все больные, сбитые летчики. С нас чего уже взять? А настоящие мужики, это вот бабы-рабы, терпилы, обеспечены. Соль земли. Русской. На них все держится. Им честь, слава и почет. Уважаю. Ну, я и думал, хрен с ним. Ну, начались, значит, они работают оба, начались похолодания с ее стороны. Но она говорила, что все это хорошо, типа, ты не понимаешь. Это, знаете, типовая ситуация при разводе, когда муж с женой вечер проводят, так сказать, у них все как обычно. Ужин она нам приготовила, секс просто даже еще не пропал из отношений. Вот, наутро он просыпается, уходит на работу, так сказать, как завещали все вот эти вот свахи, вот эти вот все вот инфоцеганье с телевизоров и все такое, что с пустыми яйцами, полным животиком приходит. Вся квартира вынесена, детей и ребенка нет, жена уехала, так сказать, что из замки поменят, ну, чтобы он не сразу после работы попал-то. Вот, и оказывается, что уже, начинается, так сказать, горячая фаза в разводе, оказывается, что уже несколько месяцев на него написаны исковые заявления в суды, заявления о том, что он всех бил, пил, изменял, там, притеснял, абьюзилов в полицию, в опеку, уже все это есть как несколько месяцев. А вот буквально вечером еще все было просто отлично, просто шикарно. И вот мы взяли квартиру, в основном выбирала она и зря, в основном выбирала она, и зря доверился тогда. Квартира была в плохом состоянии, там надо было делать ремонт, ну, я начал там делать ремонт, ну, конечно, на квартиру в хорошем состоянии нужно денег больше, а так у нее есть свой личный баба-раб, который вместо мотоцикла и, так сказать, пыль пустых дорог, ну, что-то такое, да? Вот, ветер в лицо, и вы, так сказать, летом едете на мотоцикле, но только в защите, в шлеме, с соблюдением всех правил, вы учтите, конечно. Вот, вместо этого вы ремонт делаете, потом к 30 годам начинаете подбухивать, потом 40 лет после второго-третьего брака от сердечно-сосудистых. До свидания. И, смотрите, все в плюсе, и государству вам ничего платить не нужно, и жена, так сказать, которая будет женой на тот ваш момент в дамках, наследницей вашей осталась. Ну, и остальные тоже, одна-две-три жены в порядке, вы их не обделили, как могли. Пенсии по потере кормильца будут получать. Все лучше, чем ваши копеечные алименты. И никто о вас не вспомнит. Увы, ребят, извините, такая жизнь. 103% разводов. Еще момент. Или 104? Напишите в комментариях, сколько там оглашали нам не так давно. Еще момент. На этот период мы жили на ее съемной квартире и скидывались пополам на аренду. А вот ипотечные платежи я вносил сам. Ну, если вы думаете, что это вам повезло, и она там за что-то платила, то нет. Она до этого в этой квартире, к которой она привыкла, к которой было ей комфортно, жила с подругой, которая, ну, явно не баба-раб, да, она подругу заменила на вас, ничего не потеряв, вы вместо подруги начали платить, но при этом вы еще и баба-раб. То есть вы еще и работаете, ей, наверное, деньжать там каких-никаких подарочек, там что-нибудь подкидываете, и ремонт делаете, и ипотеку, ипотечный взнос. Самый тяжелый – это первый ипотечный взнос, не столько даже, сколько платежи платить, хотя тоже тяжело, но ипотечный взнос первый, вот это самое тяжело накопить. Слушайте, она в профитах везде. Она как платила за половину, так платила. И, опять же, обратите внимание, как интересно действует мышление не только женское, а в целом человеческое. Вот если бы подруга платила бы и за себя, и за нее, она бы это с востребовала. А так у них с подругой было все напополам. Пополамщик. Поэтому, когда я говорю, что ваши базовые отношения закладываются на вашем первом свидании, и на вопросе, ну, сука, будет платить за эти две чашки кофе, копеечных, нам большинству из нас, ну, так сказать, ну, что там это кофе? А нет, очень важно. И женщины, в давляющем большинстве это чекают. Женщины – будущие бытовые проститутки, которым нужен мужичок, который бы их содержал, они бы ему предоставляли свое тело, ну, и… да и все. Потому что стирают они сами себе и заодно вам, готовят сами себе и заодно вам. Детей рожают себе и с ними же остаются, а вы, так сказать, за все только за это платите. Поэтому бытовая проституция – это что такое? Это предоставление к телу в обмен на комфортный быт только и всего. И, начиная, так сказать, включать пополамщик, и это очень тяжело сделать. Вы будете чувствовать колоссальное общественное обсуждение от этих обеспеченнов, которых я уважаю, считаю их лучше, чем мы все, вот, так сказать, фемино-стратеги. И вот эти вот все вот сбитые летчики и настоящие мужчины. Они лучше, соль земли. Вот. И вот эти вот все бабы будут вас осуждать. Но. Но. Так сказать. Вы уже сразу на первых свиданиях начнете отсеивать бытовых проституток. А вам нужна жизнь с бытовой проституткой? Если да, то, пожалуйста. Так сказать. Платите за все. За билеты в кино, за чашку кофе. Никаких пополамов. Не надо нам, как в этой пидорской Европе. Гейской. Экстремистской Европе. Ох, блин, европейцы. Вот французы. Живут до 81 года, французские мужчины. А наши, кто-то, так сказать, говорит до 67, кто-то до 63. При том, что женщины там живут не намного больше, чем мужчины. А у нас намного больше, чем мужчины. Самая большая продолжительность в мире на третьем месте России после Украины. Какой-то там страны третьего мира была в разрыве между продолжительностью жизни мужчин и женщин. То есть не потому, что у нас условия плохие, мужчины меньше живут. А потому, что именно для мужчин плохие условия. Понимаете, в чем дело? Вот. Если вас все устраивает, да ради бога, кто я вообще такой? Какой-то там юрист. Теперь еще и писатель. Меня можно, фу, и выкинуть. Таких он, как я, ни одного, пожалуй, нет. Но, не знаю, можете себе найти какого-нибудь инфо-цыгана. Он вам на курсах расскажет, как быть настоящим патриархом. Не обеспеченном, а патриархом. Патриарх же это кто с точки зрения всех инфо-цыган? Тот, кто обеспечивает семью. С точки зрения нормального римского права. Патриарх это тот, кого обеспечен. Ну, откуда инфо-цыганам? И всяким там Германам Стерликам, прости господи, про это знать. А потом они разводятся. И вот такие, а как так получилось? Как же так вышло? Что происходит? Ой, ужас какой. А патриарх это тот, кого обеспечивают. Тот, кому все принадлежит. И дети, и бабки. И вообще все принадлежит. Он работает только, так сказать, после обеда, после жары в тенечке. Подсчитывает прибыль. Патриарх это когда твоя баба собирает оливки вместе с твоими детьми. А ты сидишь в тенечке и на счетах прибыль подсчитываешь. Ну, и, конечно, либо ты сам, либо через поверенное лицо продаешь эти оливки. Ну, например, оливки. Может быть, что угодно. На рынке. И контролируешь, так сказать, прибыль. И все деньги у тебя. Деньги у тебя. К патриарху деньги стекаются. А обеспечен, их зарабатывает и отдает. Понимаете? Можно, конечно, обеспечена назвать патриархом. Но все римские патриции вздернулись ботаной перспективы. Ты патриарх. Ты еще и обеспечиваешь. А где мои плюсы-то от патриархата? Ой, фу. Все время просто больная тема. Все время смотрю на этих дебилов. Инфо-цыган, которые учат, как настоящим мужиком патриархом стать. И угораю с этих додиков. Фу. На бусте подпишитесь. Кроме книги еще найдите оленя Кайдар. Вот это вот. Просто золотая классика. Постсоветского патриархата. Патриархата. Еще момент. В съемной квартире прочитал. А я пропадал на работе. Делал... Так. Значит, в тот момент я олень не понимал, что по сути она осталась... Она как жила собственно, так и осталась так жить. А я пропадал на работе. Делал ремонт в квартире. Плюс учеба. И все это я тянул. Слушайте. Ну, по молодости еще можно. Но после 30. А уж после 40 тем более. А она, как обычно, устала. Не хочу ехать на квартиру. Насчет секса. Вечно говорила, что не хочет. Ну, рогатку-то растопырить могла бы. Ну, что ж за богиня такая-то. Господи. Смотрите, мужик старается. Уже мужиком стал в 21 год. В 22 с куфом. В 23 пора на пенсии. А она не может. Из вот этого положения вот так сделать. Полежать две минуты. А нам, патриархам, чего нужно? Правильно. Секса любой ценой, но бесплатно. Вот это грамотно. Благо, хоть стирала. В стиральной машинке. Вот. Не готовила. Значит, секса нет. Но стирала. В стиральной машинке. Представляете, как она упахивалась. Берет вещи, закидывает в стиральную машинку и нажимает на кнопку. А потом достает вещи. Развешивает их, сушит. Слушайте, ну, это ужасно. Это просто домашнее рабство, я считаю. Она у вас была в домашнем рабстве. Стирала. Она вам что? Стиралка. Ужас какой. А вот спустя еще пять месяцев такого ада, она резко перестала со мной общаться. Ходили на работу молча. Она стала раздражаться с каждых моих действий. И в тот момент я уже понимал головой, что пора разводиться. Но эта привязанность не давала мне это сделать. Но благо я везунчик. И эта дама. Видите, насколько у нас мужчины все-таки добрые. Насколько они у нас даже в молодом, горячем возрасте, так сказать, вот к женщинам хорошо относятся. Вот я бы ее как назвал? Ну, цензурных слов бы там не было. Любые слова. Да, вот вы сами без меня сейчас накидаете все в голове эпитетов. Но не дама. А здесь человек пишет, видите, дама сняла кольца и сказала. И он такой, мне еще повезло. Сам бы я хрен бы это сделал. Потому что жертва манипуляции. Вот и все. Я не горжусь своим мужем и давай разводиться, сказала она. В тот день я собрал вещи и уехал от нее. Слушайте, оно, так сказать, если бы вам было ближе к 30, вот, и вы бы на меня не были подписаны, я бы ожидал бы здесь дальше, что вы к ней возвращались, знаете, там и лезут, и лезут, вот это вот все. Вымаливали бы у нее прощение на коленах, цветы обязательно, крыши с носа. Лишь бы вернуть такое золото. Смотрите, как тяжело. Мужчинам с женщинами, с женщинами. Некоторым мужчинам, а говорю, с некоторыми женщинами, конечно, не все такие, с уважением ко всем отношусь. Как с чемоданом без ручки. Человек фактически пишет, что она им стала к чемоданом без ручки. Сенсы нет, по быту ни хрена нет, ничего нет. У нее и мотоцикла нет, вкалывает, а бросить все равно жалко. А зато ей нормально. Насчет развода все вышло отлично, я успешно затащил ее к нотариусу, и мы написали доверенность. Я отдал ей квартиру с ипотекой, она мне возместила все расходы с этим браком, и я сказал ей пока. Действительно успешно получилось, но думаю, что она эту ипотеку повесит на другого мужичка, которого к тому моменту она уже 100% нашла. Поэтому, главное, вы из этого всего вынырнули. Вот, теперь вы уже, у вас есть какой-то жизненный опыт. Я думаю, что еще разочек другой различных вариаций, когда вы, ну, у вас сейчас следующий какой путь, вы должны понять, что вы уже прохаланы, что вы уже все поняли. Что вам все эти Сарвачевы, вот эта вот вся вот женоненавистническая ересь, нахрен не нужна, а феминая стратегия, это вообще какая-то чушь из интернета. Вот, какая-то псевдонаучная заумка, непонятная херь. Вот, и далее с этими новыми знаниями и ощущениями вы обязательно вляпаетесь в следующее говно. А вот, если вы человек умный, после следующего говна вы уже начнете понимать, что, может быть, все как-то гораздо глубже. Начнете пытаться интересоваться и, возможно, даже прочитаете мою книгу, ссылку на которой вы найдете в описании под видео и в закрепленном комментарии. Что вы обо всем об этом думаете, по вот этой осенней истории отношений? Пишите, ставьте лайки и смотрите, кому неудобно на Ютубе, смотрите меня хоть во Вконтакте, в Рутубе, все есть в описаниях под видео. До новых встреч, друзья!